Светлана, здравствуйте! Я отвечаю на ваш вопрос. Спасибо вам за добрые слова, которые в начале вашего письма прочитала. Но я сейчас озвучиваю только ваш вопрос. Вопрос мой серьезный, и ищу водительство нашего Господа. Вам доверяю и ожидаю наставления. Дело в том, что мой муж со словами, что ему больше мы не нужны, и моя дочь, а также тот образ жизни, которым я живу, попросил меня уйти из дома и решил развестись. Решение он принял спустя пять лет нашего брака. Брак был очень сложный, но были и чудесные моменты. Последнее время я и дочь находились под сильным давлением и агрессивным контролем от мужа. Он не христианин, несмотря на это, периодически бывал со мной на собраниях. Увлечен астрологией и эзотерикой. Я знаю, что уже после того, как разошлись, были у него и связи с женщинами. Официально развода не было, в разлуке около полугода. Я в своем сердце понимаю, что так же часто была неправа, не могла простить вовремя. И сейчас мне очень бы хотелось, чтобы Господь воскресил нашу семью. Когда молюсь, чувствую желание бороться за него. Приходят мысли потом, а зачем? Он же ушел, да и жили-то очень плохо. Другая мысль, но ведь дьявол вор и враг. Это не от него, это разрушение. Это от него и есть разрушение. И всем сердцем не хочется окончательного разрыва. Очень нуждаюсь в наставлении молитвы в виде ответа, в видеоответе. И как бы вы стали молиться в данной ситуации? Жду ответа с верой, что Господь вновь через вас обратится ко мне. Да, Светлана, конечно, тут есть что сказать. Но прежде всего, когда вы понимаете, что за этим стоит духовная природа, то надо разбираться с ней. И последствия, это то, что вы назвали агрессия, нежелание сохранять взаимоотношения, измены и так далее. Это последствия, потому что дано место дьяволу. Эзотерика и все, что связано с астрологией, это открытая дверь демоническому миру. И, конечно, если враг пришел украсть, убить и погубить, то он это сделал, сделала вашей семье. С другой стороны, если вы видите то, что вы сделали неверно, вот с этого и надо начинать. С одной стороны, попросить прощения и у Бога, и у человека, с кем этот разрыв был, за конкретные вещи. Не просто в общем «прости меня», а сказать «вот здесь я была неправа», «вот за это меня прости». Написать ли письмо, позвонить ли, но, по крайней мере, это шаги, которые вы уже можете просматривать с Богом и начать их осуществлять. Почему это важно сделать в первую очередь? Потому что вы закрываете дверь на свою территорию жизни. Потому что, чтобы сражаться за человека, надо самому сначала встать в безопасную зону. И тогда, когда написал нам апостол Павел «не давайте место дьяволу», он имел в виду христиан, потому что это послание к ефесянам. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, гневаясь не согрешайте» и так далее. То есть вы можете свою часть увидеть в 5-6 главе Евангелия, вернее, послания к ефесянам. И если вы посмотрите, в чем не хватило мудрости, то вы именно за эти вещи покаетесь и скажете «Господь, закрой дверь на мою территорию, и я сама принимаю это решение, закрыть сейчас, забрать легальные основания у врага, чтобы разорять мою жизнь и жизнь моей дочери». После чего вы можете уже теперь сражаться за мужа и совершить за него заместительное покаяние, за его невежество, за то, что он призвал демонов в свою жизнь с такой практикой. «Господь прости, ибо не ведает, что творит». Помните, как молился Стефан, когда его побивали камнями? То есть есть определенного рода молитвы, когда мы можем заместительно сейчас встать в проломе. И затем, когда вы это делаете, вы связываетесь сильного, кто стоит за этим, и говорите, «А мой муж, который сейчас связан, находится в разорении, это 42 глава Исаии, 22 стих, и ограблен. И никто не говорит «отдай назад», я говорю «дьявол, отдай назад моего мужа». Есть еще места писания, которые вы можете исповедовать на своего мужа, что он есть глава, которому глава Христос. Призывайте главенство Христа на территорию вашего мужа, чтобы демоны перестали влиять на его мышление. То есть позитивные молитвы власти на основании места писания, которые вы можете взять в основании, делайте это и провозглашайте. Я думаю, что если еще у нас на сайте нет молитв про возглашения мужа, то постараемся в ближайшее время выложить эти молитвы, исповедания подобранных мест писания. Как я понимаю, Светлана, вы не одиноки, потому что таких запросов довольно много. И тогда, когда вы можете исповедовать места писания о своих детях, допустим, «дети – мое дело рук Господних, и я не постыжусь в уповании на Господа», либо «а я и дом мы будем служить Господу» – это из Иисуса Навина, либо «потомство мое будет называться Господним вовек» – это из псалмов. То есть вот такого плана места писания выписывайте сами, начинайте говорить «Боже, скажи мне, какими местами писания молитвы о моем муже, и он вам высвободит». Это будет слово Рема для вас, хотя, в общем-то, мы готовы дать и некоторые уже наработки, которые есть, чтобы вы могли встать на них. Поэтому, Светлана, пока именно для вашего пути пока вот такие шаги. Благословит вас Господь в полной победе. Жить, пребывать и другим помогать. Светлана, пока именно для вашего пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова